Как начать очередной рассказ об очередном этапе зимнего кубка Форсаж? В этот раз авторы решили поплакаться в жилетку зрителям. Не потому что совершенно неожиданно этот этап стал последним, а потому что опять уже полгода без воскресеньев работаем, а спонсоров все нет. Для вас, для участников и для тех, кто наблюдает за гонками на льду в непосредственной близости от заводского пруда, это правильный отдых. А для нас это еще и работа. Но долго плакать не получается, поэтому поднимем руку вверх и с соответствующим выражением резко опустим вниз. Не жили богато, не будем начинать. Зато мы не учим менторским тоном, премудростям вождения на льду и не ходим давно протоптанными тропами. Если уж говорим о чем-то, то обязательно предварительно проверим. А посему у нас презентация новой рубрики. Названия в лучших традициях автостопа, мягко скажем, позаимствованные. И так проверено на себе. Этой проверкой мы занимаемся с 98-го года. Сплеск тогдашнего адреналина был организован тонким льдом и дорогущей машиной 99-го поколения, свето-снежная королева. А этот регулярный чемпионат мы с форсажистами стартовали года три назад. И с переменным успехом здесь раскатывают лед гонщики по жизни. А в рамках программы «Автостоп» это еще и заруба авторов. К сожалению, большой черный корабль с адекватным названием «Линкольн» в этом сезоне из тени не уплывал, потому что устал и лица на нем в данный момент нет. Но вот «Волга», несмотря на прошлогоднюю обиду, запогнутый оброс в фарфук, в этом сезоне стала командной машиной. И иногда из скайлайнов переплевывает по времени на круге. Оба пепелация заднеприводных. И в таких гонках турбину надо бы выключать. И не переключаться с третьей. Пальма первенства в этом конкретном случае осталась за Максом. Я же откуда-то привез минуту. А теперь, по сути, событие, которое, наверное, стало последним. Тот, кто не успел в этом году, уже, похоже, не успеет. И пусть копит дюбеля и прославляет метиску. А «Уралкорт» готовится увеличить производительность. Так как спрос на легендарную «Снежинку» наверняка будет более чем стабильным. Можно ли удлинить сезон? Можно. Но вернемся к нашим спонсорам. Трасса где? А мы через месяц опять где-нибудь соберемся, сменив зимнюю резину на слики. Поменяем датчик расхода и погоняем.